Мы начнем с управления сайтом, во второй половине у нас будет Bittrex 24. У нас будет технологический поток, где мы тоже будем говорить про два продукта. И у нас есть еще два потока. Поток, в котором есть интересные идеи в стиле TED. Это действительно такие новые, интересные идеи, которые могут перевернуть ваши отношения, ваш бизнес, ваш мир. И у нас есть еще один поток, который в программе у вас есть. Да, давайте, я смотрю, что все уже разбегаются потихонечку. Маленькое еще замечание. Кроме потоков, которые есть в программе, вам нужно будет сейчас определиться. Здорово, если вы приехали вдвоем или втроем, можно как-то распределить ответственность. У нас будет история, называемые митинг-поинты. Что такое митинг-поинты? На выходе у залов, они тоже есть у вас в программках и в мобильном приложении, будут стоять люди, отвечающие за направления, за модули, за какие-то ответственные блоки из компании 1S Bittrex. К ним можно подойти, они будут с табличками стоять за стойками, это называется митинг-поинты, в течение часа примерно. Им можно задать конкретные вопросы, обсудить планы, узнать наши планы или что-то конкретное в ситуации, какой-то конкретный кейс обсудить. Друзья, в 11.30 в разных четырех потоках мы вас ждем. Пожалуйста, до 11.30 выбираем, определяемся и стартуем. Мы будем говорить о процессах, продуктах с точки зрения продаж, как мы это позиционируем для клиента. Мы будем говорить, например, про доклад в СЗ-54 с точки зрения последствий и влияния этого закона на наших клиентов и на наши с вами действия. Будем говорить, как продавать. У нас будет несколько кейсов от наших партнеров, которые будут рассказывать собственный интересный опыт, который они прошли на протяжении одного года, трех лет, пяти лет, двенадцати, разные-разные совершенно кейсы. Давайте я представлю первых спикеров, которые открывают у нас поток продажи, продажи битрикс-управления сайтов. Это Сергей Кулешов. Всем привет. Что ж, довольно любопытная тема. Как и сказал уже Сергей Рыжиков, нам, скажем так, подбросили очень интересный закон, с которым нам придется всем с вами работать. И наша с вами задача на эти полгода и год сделать максимум для своего бизнеса, что мы можем, используя новые веяния. Сейчас мы с вами поговорим про то, что это такое, с чем это едят, как это выглядит и как мы можем это использовать. Напоминаю, что у вас у всех есть, надеюсь, уже есть мобильное приложение. Если еще нет, срочно установите битрикс-конф. И вы там сможете задать нам вопросы, оценить доклад. И мы постараемся ответить в рамках этого приложения на ваши вопросы. Итак, что же такое FZ54 о применении контрольно-кассовой техники? Весь бизнес, который занимается торговлей, должен перейти на новые кассовые аппараты. Это означает, что все компании, которые осуществляют продажи, и которые на данный момент обязаны использовать у себя контрольно-кассовую технику, должны перейти на кассы нового образца. Эти кассовые нового образца еще называют интернет-кассами, потому что они передают данные об всех покупках, о всех операциях, которые происходят, к оператору фискальных данных, а уже оператору фискальных данных дальше. Это мы сейчас посмотрим. Все данные о покупателях передаются через интернет в зашифрованном виде. Чеки теперь становятся еще и в электронном виде. То есть, если раньше у нас с вами была только бумажка, которую можно было потерять, то теперь у каждого чека появляется своя электронная копия, равноценная по своей значимости с юридической точки зрения. Вместо того самого ЭКЛЗ, который, ну, те, кто занимаются кассами, примерно понимают, что это такое хранитель, появляется фискальный накопитель, маленькая коробочка, вам ее еще сегодня продемонстрируют, как она выглядит и что с ней делать, которая хранит все данные в зашифрованном виде. И еще одна интересная тема – то, что продавец теперь обязан по требованию покупателя предоставить покупателю электронный чек, а в некоторых случаях обязан даже без требования. Примерно так выглядит схема того, как происходит обмен данными между конкретным кассовым аппаратом и на конечном, у нас с вами в конечный пункт назначения данных – это федеральная налоговая служба. Между ними посерединке есть оператор фискальных данных, это новые такие, у нас появились участники рынка, которые аккумулируют у себя данные и отправляют их в налоговую службу. Мы с вами почему сейчас обсуждаем этот закон про какие-то кассы? Потому что для интернет-магазинов все очень круто развернулось. Интернет-магазин, раньше принимая электронные средства платежа, неважно, банковская это карта или электронные деньги, не обязан был пробивать чек кассовый. Было достаточно либо слипа, если это происходит через терминал в процессе доставки, а если происходит электронная оплата через сайт, то вообще ничего не нужно. Сейчас все резко меняется, и теперь любой интернет-магазин, независимо от того, как происходит оплата, должен пробить чек. Каждый кассовый аппарат, который теперь будет использоваться в интернет-магазине или просто у компании, регистрируется в налоговой службе, как и раньше, но там теперь указывается при регистрации адрес сайта и система налогообложения и так далее. При этом есть определенная обязанность, которая тоже очень важна, и мы о ней еще детально поговорим, это скорость пробития чека. То есть мы знаем, что магазины работают круглосуточно, а чек по закону продавец обязан пробить в течение пяти минут после того, как платежная система отрапортовала, что деньги списаны и скоро поступят. И еще один момент. В самом чеке теперь появится полный перечень товаров с расшифровкой, что за товар, сколько он стоил, и это тоже важно. Раньше можно было пробить чек с общей суммой, и ничего за это не было. О сроках. Это тоже очень важный момент. Сам закон 15 июля 2016 года, но уже буквально на днях, с 1 февраля 2017 года, налоговая перестает регистрировать кассовые аппараты старого образца. И поставить на учет новый аппарат можно будет только нового образца. Это означает, что для каждого из ваших клиентов уже буквально на днях может поменяться многое. Любое изменение в юридических документах, смена генерального директора или фамилии жены генерального директора, ну и так далее, какие-то любые перетрубации, которые требуют перерегистрации кассового аппарата, теперь потребуют одновременно его замены. А с июля 2017 года, то есть это вот через полгода, когда мы с вами, я надеюсь, на следующей партнерской конференции начнем делиться результатами всех наших работ по выполнению требований закона, с июля уже все будут обязаны использовать кассовые аппараты нового образца, то есть завершить полностью переход со старых аппаратов на новые. Есть небольшая срочка до 2018 года, это для тех, кто применяет патентную систему, для индивидуальных предпринимателей, но это уже детали. Если мы говорим о магазинах, они бывают разного типа, разные платежи принимают магазины, кто-то принимает только карты, например, кто-то, например, только наличку, там, в принципе, мало чего поменялось, наличка, все равно человек должен выбить курьер при доставке. С картой у нас с вами меняется история, как я уже говорил, и здесь возникает несколько моментов, которые очень важны, мы о них сейчас поговорим. Еще один важный момент, почему это все так критично, потому что еще и штрафы возросли. Теперь, грубо говоря, не пробил чек или опоздал с пробитием чека, что теперь тоже важно, можно опоздать с пробитием чека, то есть его пробить, но не вовремя. Можно налететь на штраф, штрафы возросли от 30 тысяч рублей, и еще в качестве штрафа может быть и сумма самого чека в том или ином процентаже. И самое важное, все магазины теперь должны использовать контрольно-кассовую технику. Мы в нашей платформе полностью поддержали всю логику работы с такой техникой, и сейчас расскажем, как это выглядит для вас и как это выглядит будет для вашего клиента. Традиционно в административной части мы представили новый раздел, который, собственно, называется «Касса ККМ», и он обеспечивает доступ ко всему. Там появляются такие функции, как автоматическая интеграция с кассовым аппаратом. Это означает, что сама платформа при проведении платежа, при получении статуса платежной системы, автоматически будет выбивать чеки. Есть, естественно, резервный вариант, когда вдруг произошел обрыв какой-то связи между магазином и кассовым аппаратом. Естественно, оператор всегда может вручную пробить этот чек и впоследствии зарегистрировать в интернет-магазине. И, конечно же, интеграция с платформой 1С, которая также со своей стороны поддерживает онлайн-кассы. Новый раздел в админке, который мы традиционно представляем в виде небольшого лендинга внутри, разъясняющего, что же такое соответствие новому закону, что должен сделать клиент для того, чтобы включить у себя поддержку онлайн-касс. Здесь все по пунктам расписано, и есть очень простая понятная форма, которую надо заполнить, введя данные своего кассового аппарата, данные регистрации у оператора фискальных данных. И, конечно же, в админке у нас появилось все необходимое для работы с этими кассовыми аппаратами. Этот раздел полностью закрывает все бизнесовые сценарии, которые потребуются для работы с кассами. Вы сможете открыть кассовый день, вы сможете регистрировать чеки, делать возвраты, вы сможете закрыть день, который вы открывали утром, например, или вечером, и получить за этот счет. Перейти по ссылкам, по чекам в ОФД, где они хранятся, и посмотреть, что чеки были выбиты, и суммы закрылись корректно. Да, мы с вами узнали, что такое за этот счет. Раньше нам это было не нужно в интернет-магазине. В заказах также появляются необходимые галочки и поля, которые сообщают о том, что проведен чек по этому заказу, не проведен, а отправлен налоговый или нет, и так далее. Мы выпустили специальное Windows-приложение, которое устанавливается на компьютер, подключенный к кассовому аппарату, и обеспечивает, собственно, эту интеграцию между кассовым аппаратом и сайтом. Мы поддерживаем аппараты двух самых основных производителей, это компания Atol и Штрихем. И теперь схема взаимодействия с Федеральной налоговой службой выглядит следующим образом. У нас появляется некий компьютер, это может быть ноутбук, сервер или что-то еще, где будет стоять Windows-приложение, подключенное и к магазину, и к кассовому аппарату одновременно. И кассовый аппарат, все заказы, которые происходят в интернет-магазине, автоматически пробивает чеки и отправляет их куда следует. Мы даже подготовили небольшую презентацию, небольшую демонстрацию того, как это будет работать в режиме реального времени. Вот по этой ссылке вы можете сейчас зайти со своего смартфона, там у нас есть интернет-магазин. Попробуйте сделать заказы, да, попробуйте сделать их быстрее даже меня, посмотрим, распечатается ли чек. Можете сделать заказ, он автоматически станет оплаченным, там настроена такая простая логика, и все заказы автоматически начнут печататься чеки. Вот, собственно, ленты уже поползли. Я заказ первый сделал, ждем, когда кто-нибудь... Да, вы можете спокойно делать заказы, размещать их, лента будет потихоньку ползти. Мы потом обсудим это. На тот email, который указан. Что изменилось в чеке? И это тоже важно. Да, во-первых, появился список товаров, я уже об этом говорил. В чеке на самом деле много изменений, около 14 новых всяких штучек. Появился список товаров, и появилась ссылка на чек. Она идет и в текстовом виде, и в виде QR-кода. Если чек отправляется в электронном виде, то, соответственно, это ссылка со специальными параметрами и с кодом этого чека, или в виде смс-ки также приходит ссылка. Ссылка ведет на сайт оператора фискальных данных, и, соответственно, любой покупатель может открыть по этой ссылке свой чек, ну и, собственно, проверить, убедиться, что все проведено правильно, или потребовать с продавца какую-то гарантию, например, или другие случаи, когда требуется возврат и использование чека. Еще раз, у магазина есть всего лишь 5 минут на то, чтобы выбить этот чек. В чем здесь может быть проблема? Да, в случае автоматизации никаких, в общем-то, сложностей. Магазин работает круглосуточно, касса включена, ноутбук наш включен, мы, соответственно, чеки автоматом пробиваются. Могут произойти ситуации различные, сайт перестал работать или перестал отвечать кассовый аппарат. То есть сайт работает, начинает принимать заказы, но кассовый аппарат по тем или иным причинам перестал быть доступен. И в нашем решении, в один из битрикс, эта задача решается за счет постоянного мониторинга работы кассы, и в случае, если с кассовым аппаратом что-то произошло, сайт автоматически перестает принимать оплату. То есть он скажет, что извините, мы сейчас не можем принять, пробить чек и так далее, у нас технические неисправности. Заказ будет создан, клиент сможет оформить заказ, просто мы его предупредим, что в данный момент невозможно принять оплату, и будет выслана ссылка, по которой он сможет перейти и сделать оплату, и заказ будет оплачен, и будет цепочка продолжаться. Да, автоматически там уже настроен путь для минимальной потери конверсии на этих этапах. И, конечно же, реализуется очередь чеков, потому что заказы могут идти с частотой больше пяти минут, и чеки выстраиваются в определенную очередь и будут уходить на кассовый аппарат, учитывая его производительность. В большинстве случаев это поможет сгладить пики и решить задачу, грубо говоря, масштабируемости. Но также мы не ограничиваем количество кассовых аппаратов, которые подключаются к платформе, и платформа умеет масштабировать эту нагрузку. Еще одна интересная особенность, как можно обойти задержку в пять минут, которую нужно обязательно выполнить, это возможность сделать блокировку нужной суммы у клиента на карточке, не сделав ее реального списания. Соответственно, вы не обязаны выбить чек, вы можете спокойно сделать отгрузку, подготовить товар, согласовать товар с клиентом, а потом уже сделать окончательное списание денег с карточки, и, соответственно, выбить чек клиенту. Да, мы совместно с компанией Яндекс продумали такой механизм, который поможет сгладить, опять же, некоторые нюансы. И, конечно, для интернет-магазина обязательное требование отправки чека в электронном виде. То есть, если понятно, что в гипермаркете, когда вы расплачиваетесь, требовать, выслать вам чек в электронном виде, довольно странная ситуация, хотя вы имеете право это сделать, но я с трудом пока себе представляю, как продавщица будет записывать ваш e-mail, то в интернет-магазине с этим проще. Вы обязаны взять e-mail или телефон и отправить чек в электронном виде каждому покупателю. Система сделает это автоматически. Из тех данных, которые указаны в заказе, на тот e-mail, собственно говоря, ссылка на чек будет отправлена автоматом. Еще один нюанс. Это требование указания товара в чеке. При курьерской доставке, когда курьер привозит товар, могут оказаться разные совершенно нюансы. Он может приехать уже с готовым, с ККМ, то есть с аппаратом, в котором уже заведен нужный заказ, из сайта придет соответствующая синхронизация с этим заказом, и он в процессе расплаты, в смысле в процессе, когда расплачивается клиент, может выбить ему сразу же чек. У него требование опять же 5 минут. Деньги получил, надо чек этот выбить. Но человеку же может что-то не устроить, может произойти такая ситуация, когда в заказе 3 товара, привезли клиенту, клиент смотрит, нет, мне вот это не нужно. И, соответственно, надо оперативно, прямо на этом ККМе, на этом аппарате, изменить состав заказа, причем сделать, чтобы этот заказ еще изменился на сайте, изменилась сумма чека, изменился состав товаров в заказе. Может быть такое, что магазин принимает на сайте платеж за 3 товара, но вдруг оказывается, что одного из этих товаров на складе нет. Но магазин готов идти на уступки, или говорит с клиентом, предлагает замену, и клиент говорит, окей, хорошо, я готов заменить этот товар на другой аналогичный, но опять же возникает проблема, чек уже пробит, там уже товар указан, соответственно, нужно делать возврат и пробитие нового чека. Это операция, которая также поддерживается платформой. Ну и вообще таких операций может быть довольно много. Да, мы, проверяя сценарии с интернет-магазинами, с реальными, видели, что бывает иногда ситуация, что нужно выбивать до 7 чеков на определенный заказ. То есть вот в данном случае мы даем сценарий, где нужно выбить 3 чека. Да, бывает и 7 чеков. Приходится туда-сюда товары гонять. Итак, интернет-кассы – это вообще очень новая и современная вещь. Причем мы видим, что реакция клиентов сейчас несколько заторможена. То есть они, несмотря на то, что буквально со следующей недели старые кассы перестают регистрировать, и любое изменение в бизнесе может повлечь за собой замену кассового аппарата, не очень наши с вами клиенты торопятся. Возможно, интернет-магазины для себя еще до конца не осознали, что теперь их касается эта история. И все оплаты, которые идут через электронные деньги или карты на сайте, тоже потребуют выбивать чек. И наша с вами задача – проинформировать их и сопроводить этот самый переход. 17-я версия Bittrex полностью поддерживает всю необходимую технику для обеспечения соответствия этого закона, поддерживает неограниченное количество касс и, соответственно, умеет балансировать нагрузку для тех магазинов, где заказов больше, чем 1 в 5 минут, когда кассовые аппараты могут не справляться, или для тех случаев, когда необходимо стопроцентная отказоустойчивость, и нужно просто поставить хотя бы один кассовый аппарат в резерве, в случае, если с ним что-то происходит, мог сработать другой. Мы выпускаем полную поддержку возвратов, обменов и так далее, и бесплатное приложение, которое поможет интегрировать сайт с кассовым аппаратом. Магазин может работать круглосуточно, чеки будут выбиваться автоматически, автоматически отправляться к клиенту и так далее. Что это все означает для нас с вами? И как нам с вами, как партнеру компании 1S Bittrex, использовать эти возможности? Еще раз, нам с вами нужно сделать несколько вещей. Я постараюсь их немножко формализовать, для того, чтобы у вас сейчас возник план действий на ближайшие дни. Именно дни, потому что уже со следующей недели клиенты могут начать приходить к вам с вопросами, да, а что нам делать, а вот нам нужно кассу менять и так далее, как это все будет работать в интернет-магазине, а теперь требования, а скоро требования станут жесткими и так далее. Поэтому я считаю, что прямо сейчас вы должны поставить себе задачу на своем сайте разместить специальный раздел, который будет описывать основные принципы закона и необходимые действия, которые должен выполнить клиент по соответствию этому закону в своем интернет-магазине. Установить туда CRM-форму для заявки, установить туда онлайн-консультант вашего Bittrex 24, чтобы вы могли в режиме реального времени консультировать людей, помогать им и предлагать им поддержку в переходе на новый вид онлайн-касс. Подготовить и разослать информационное письмо, в котором вы, опять же, разъясните всю ситуацию, связанную и все риски, которые возникают у клиента по переходу или по затягиванию перехода на новый вид касс. Естественно, одного письма недостаточно, поэтому я советую вам сейчас прямо в своей CRM-ке запланировать дело, которое напомнит вам, что через сутки или двое после того, как вы отправили инфописьмо, вам нужно связаться с клиентом и объяснить это голосом, еще раз повторить, что это действительно очень важная история. Возможно, вы устроите у себя в офисе небольшие мини-семинары, маленькие ивенты, на которых вы сможете так же, как я сейчас вам, рассказать своим клиентам о том, что это такое и чем это грозит и какие преимущества дает платформа в случае ее обновления, в случае соответствия актуальным версиям в применении новой контрольно-кассовой техники. И мы считаем очень важным подготовить фиксированное предложение. Я понимаю, в некоторых случаях обновление с очень старых версий может быть затруднено, но для большинства своих клиентов вы можете сделать фиксированное предложение с фиксированной стоимостью, фиксированными затратами по обновлению платформы до 17-й версии, по рекомендации по закупке кассовых аппаратов. Вы можете даже сейчас поговорить с компанией Атол, которая здесь у нас представлена со стендом, посмотреть на эти кассы, узнать, сколько они стоят, спросить рекомендации и выяснить, как и какие аппараты следует рекомендовать тому или иному типу интернет-магазинов или вообще клиентов. И сделать эту рекомендацию своим клиентам, предложить им конкретные аппараты с конкретной стоимостью, предложить комплекс услуг по настройке всего этого оборудования, подключению, тестированию, проверке, подключению платежных систем. Ведь платежные системы теперь, которые не только карты, но и электронные деньги надо будет подключать к этой контроле на кассовой машине. И естественно, я уверен, что у многих из вас есть клиенты, работающие не на битриксе. Хочется сказать, и это нормально. На самом деле, нам хочется, чтобы вы к ним обязательно пришли с предложением о переходе на платформу. Просто потому, что платформа уже из коробки поддерживает все необходимые инструменты для интеграции с этими кассовыми аппаратами. Это может быть хорошим поводом прийти к клиенту, назначить переговоры и, собственно говоря, предложить модернизацию, усовершенствование магазина. Тем более, что теперь есть такой некий домоклов, который подвигнет клиента быстрее, проще принять решение о такой модернизации. А также еще один момент, который, я считаю, вам нужно продумать, это организовать консультационную линию поддержки, сделать ее платной для тех клиентов, которых вы переведете на новую систему, которым вы уже окажете набор услуг по настройкам. У них первые месяцы будут возникать различные вопросы, задачи, проблемы, которые вы должны помочь им решить пройти вот этот переходной период привыкания к новым кассам, к тому, как они работают, к тому, с какой скоростью все это происходит, как чеки настраиваются и как происходят возвраты, потому что многие операции делаются вручную, и операторам, менеджерам интернет-магазина надо будет все это объяснить, показать, научиться проводить. Поэтому подготовьте у своей компании некоторое пакетное предложение по дальнейшему сопровождению работы магазина в новом режиме. и это может принести вам доход. Со стороны клиентов должна получиться следующая картинка. Клиент, получив от вас информацию о том, что существует такая задача, как переход на новую кассовую технику, существует такая задача, как закупка кассовой техники для нашего интернет-магазина, когда мы раньше этим никогда не пользовались, согласиться на ваше коммерческое предложение и получить полную консультацию по тому, какую технику выбрать, с каким оператором фискальных данных стоит заключить договор, где приобрести эту технику, собственно говоря, куда пойти и побежать заключить этот договор, где зарегистрировать технику и так далее. Ответы на все эти вопросы, я уверен, вы можете найти и на наших сайтах, и у компании Атол. Подключить, собственно говоря, вы это сделаете за него, клиент получит от вас набор услуг по подключению и настройке, тестированию, ну и после чего, собственно говоря, подписать с вами какой-то срочный договор на поддержку этого решения в течение, допустим, полугода, консультации и так далее. Но и остается только работать, соответствуя требованиям нового закона. Я хочу призвать вас записать себе сейчас как одну из целей на ближайшие полгода по всем своим клиентам, по тем клиентам, с которыми у вас начинались переговоры, но по тем или иным причинам не продолжились, по тем, кого вы знаете, у кого есть магазины не на Битриксе или на старых версиях, или те, кто по каким-то причинам принял решение не продлевать лицензию и так далее, сейчас запланировать себе действия, подготовить инфописьма и переводить, планомерно переводить своих клиентов на новую версию и внедрять им контрольно-кассовую технику. Это вполне по силам, я уверен, любому партнеру компании 1С Битрикс. Собственно говоря, переводите всех на 17-ю версию и давайте поможем нашим клиентам соответствовать закону и не попадать на штрафы. Следующий доклад тоже связан с ФЗ-54, поэтому на вопросы мы постараемся сегодня максимально подробно ответить. Мы и партнеры. Значит, первый главный вопрос, давайте все-таки проясним, чек печатный и чек в онлайне равноценные, равнозначные? С юридической точки зрения, да. Курьер может не выдавать чек при онлайн-оплате? Нет, курьер обязан выдавать чек, но клиент, грубо говоря, может его не хранить, потому что у него есть электронная версия, которая равноценна по своей силе. То есть если курьер приезжает к человеку, независимо от того, как он оплачивает, он может оплатить карточкой, например, банковской, все равно курьер должен выдать ему печатный чек? Да, интернет-магазин. Этот вопрос, скорее всего, задают по причине конкурерской доставки, чтобы курьеру не давать кассовый аппарат. Что курьер приехал, дали ему денег, он делает звонок в офис, 15 тысяч дали, заказ номер такой-то, выбиваете. Выбивают чек, на имейл приходит. Теоретически такой обход можно сделать. Практически законно ли это? Лучше уточнять у тех людей, у юристов, которые знают такие тонкости. Да, вопросов на самом деле несколько по тому, каким образом курьерские службы свои и внешние могут работать. Еще несколько вопросов по агрегаторам. Скажем, у меня на сайте, естественно, я не через себя процессию платежи, через кого-то. Мне думать об этом или все-таки процессин? Думать придется именно владельцу магазина, потому что агрегатор оказывает техническую поддержку по возможности принять деньги у клиента, снять свой процент за эту техническую поддержку и отдать эти деньги вам на расчетный счет. И вам придется выбить чек, потому что деньги физически получаете вы. Деньги не нужно выбивать в чек только в том случае, если происходит оплата старым способом, вы выставляете клиенту счет, он идет в Сберкассу, в Сбербанк, вы не знаете, чем он делает оплату, и деньги поступают к вам на расчетный счет просто непосредственно вот с таких вот каналов. Тогда чек выбивать не обязательно. Только в этом случае фактически получается. Хорошо. Наверное, финальный вопрос, их действительно очень много. Если магазин работает только онлайн, товар только с электронной оплатой, нужно ли подключать какую-то специальную кассу? Конечно, от чего подключается электронный товар, не от электронного товара. Даже Битрикс ставит в данный момент кассу. Не товар, я прошу прощения, электронная оплата. Только тоже подключается к кассовый аппарат. Обязательно. То есть в любом случае нужен кассовый аппарат. Хорошо, друзья, спасибо огромное.